Друзья, подходя постепенно к концу чемпионата России 22-го года в Белгороде, только там дотеры остались, пришел победитель, победитель в дисциплине НХЛ. К сожалению, не знаю какой год. НХЛ наверняка так же, как и ФИФА. Каждый год? Да, каждый год выпускается, так же, как и ФИФА, параллельно просто идут по годам. 22-ое НХЛ. Сразу, вот первое, что ассоциация, это штамповка, это какие-то там косяки, может быть, в продакшене, или качественный продукт тебе устраивается? Нет, это не качественный продукт, это просто штамповка, как и ФИФА сама, то есть меняется только движок, а суть игры остается одна и та же. То есть мы ждали много лет, чтобы нас пересадили на НХЛ, и только в этой части, хотя ФИФА уже там с части 19, я не помню, играют. А нас только в этой части пересадили, а ФИФА уже планируют на новый движок пересаживать. То есть мы так отстаем от ФИФА по движку на года 3-4, там, ну, и недоработанная игра, очень много багов, вылетов, и ее просто хэтят многие, тоже европейские игроки и американские. Слушай, а по механике наверняка же есть баги, которые влияют непосредственно на геймплей, там фишки, абузы какие-то, помню, там рассказывали футболисты, когда на ВЦГ еще ездили, вот с Алексом, про которого рассказывал, там был Pro Evolution Soccer, очень хороший, но без денег, но физмодель была классная. И была ФИФА, которая вот этой стратегии придерживается каждый год, выпуская одну и ту же игру, не успевая ее разрабатывать, но как бы сроки горят, все дела. Вот, и он говорил, что в каждой версии почти игрокам удавалось, профессиональным игрокам удавалось находить такие темы, типа, определенные передачи, навесы, которые не контрились. То есть если ты сделаешь правильную последовательность действий, то противнику почти не остается ничего. Есть такое в НХЛе? Было 21-е такой НХЛ, 20-е, когда был старый движок, и, соответственно, ты мог давать пас сквозь ноги просто игроку. То есть нужно было сильно зажать пас, и пас проходит в этой части, потому что NextGen уже, и, конечно, пофиксили эту всю тему, уже тяжелее стало пользоваться багами. Ну, есть пару багов, которые используются, но их все знают. То есть был баг очень серьезный, когда можно было заехать за ворота просто при определенной позиции, бросить шайбу за воротами, она закатывается от головы вратаря в ворота, и пофиксили, и ашники, наконец-то. Через месяц, наверное, не пофиксили, и все. Так, баги есть, да. Почему ты выбрал спортивный симулятор, и почему НХЛ? Я не знаю, потому что я всю жизнь играл в ФИФУ, да, еще я даже играл до Худ Чемпионса в ФИФУ, наверное. Я играл первый раз НХЛ очень на PlayStation 2, я не помню, это 07, вроде с Овечкиным была. И в один момент надоело ФИФУ, я такой подумал, куплю НХЛ, просто попробую, что-то я хочу побросать по воротам, покататься. И купил игру, и через три дня меня уже позвали в команду 6 на 6 с темплой, я не знаю, как это произошло, я сам не знаю. И после этого пошел уже какой-то рост, я мало играл, потому что учеба, тренировки, и потом, когда у меня все закончилось, я начал активно уже играть в Худ, играл в Лиге ПРО, выиграл Кибермос, выиграл Чемпионат России, сейчас много раз выиграл 6 на 6 Чемпионата России. То есть, в принципе, думаю, получилось достичь каких-то определенных у меня целей и так далее. Про тренировки расскажи. Где тренировался, что за тренировки? Я тренировался последний год выпускной, это Чертанова, я тренировался, да, потом нас выпустили, я ушел в молодежку Чертанова, да, ушел в молодежку Чертанова, поиграл там, посидел, поиграл по-разному, посидел год, и потом уже новое поколение пришло, это нулевые года там, ребята, и 01 год, и, соответственно, попросили уже чуть-чуть уйти, и я пошел уже дальше по третьим лигам скитаться, и в третьей лиге играл года два, наверное, три, потом травма, еще одна травма, 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 и все, и я тут. Вот как хорошо, что есть киберспорт, да? Какие качества из классических, ну, понятное дело, что там тренер, тренировочный процесс, какие-то там нагрузки, система, что-то ты перенял в… Не задаваться, играть до конца, бороться, то есть даже сегодня я проигрывал 2-0, у меня часто такое бывает в сериях, в БО-5, когда я могу 2-0 проигрывать, не знаю почему, то ли у меня нет мотивации, то ли я считаю соперника слабым, потому что я его на групповой стадии, там, без шансов, и потом, когда я уже начинаю включаться, сам на себя злюсь, и хочу просто доказать самому себе, наверное, не задаваться, упорство и много тренировок, наверное, вот это самое главное, что передалось мне. Планы на будущее, ты планируешь с киберспортом или у тебя параллельно какие-то есть вещи, ну, типа там, учеба, работа или еще что-то? Да, я учусь, работаю, но мне хватает времени играть еще, то есть играю в большей степени 6 на 6, то есть перед чемпионатом России я потенцировался 2 дня, то есть я не играл целый год почти, ну, с самого выхода я поиграл 2 месяца, и потом 4 месяца я просто не играл, потому что работа, устаешь, ты приходишь, потом 6 на 6 играешь вечером, и у тебя уже сил не хватает, а когда меня в Ульяновской области, я вышел от них, да, на чемпионат России, я уже начал там пару дней потенцировался, и все, то есть даже вот, когда мы приехали первый день сюда, я один матч сыграл и больше не играл тут. Это говорит о том, что игроков не так много, что там по сцене в России, сколько игроков, сколько там потенциальных конкурентов? Нет, игроки очень хорошие есть на самом деле, потому что на моем пути попадались серебряный призер чемпионата России, Сергей, я его выиграл, потом попался в полуфинале чемпиону Труханов, я его выиграл, и вот парень, который год всего играет, почти меня выиграл уже, как-то почти чемпионом России стал. То есть сцена хорошая, она плотная, есть, но большинство игроков играет в Лиге ПРО, и, соответственно, они не могут, возможно, играть в других турнирах под эгидами других организаций, то есть все-таки контракты, и они не могут играть, возможно, так. Ребята есть хорошие, я думал, ребята будут играть, но не получилось, к сожалению. Я жду их в следующем году уже. Насколько я понимаю, вместе с чемпионством тебе дают еще звание кандидата в мастера спорта. Серьезно? Я слышал от Дмитрия Смита, что теперь ты КМС. Я хотел КМС выполнить по футболу, выполнил по НХЛ в итоге. Не, ну круто, что мне получу книжечку, потом буду этим внукам рассказывать, что я КМС. Они такие, у тебя есть разряд, да, КМС по хоккею, а по какому, уже не важно. Не, почему, слушай, через 20-30 лет, возможно, ты будешь с гордостью вообще и рассказывать всем, внукам, там, и не только внукам, и всем, кого встретишь мелким щеглам, о том, это сейчас ты киваешь, потом будешь хвастаться. Действительно... Мне там уже много людей написало, типа, говорили, что, ну что, легко, изи получилось. Я говорю, да, изи получилось. Не, поддерживали ребята, круто было, атмосфера, конечно, прикольная, очень, очень прикольная. Первый такой опыт у меня. А, ты не был на предыдущих? Я не был на предыдущих, потому что я играл в Лигу Про, и у нас ребята отбирались на чемпионат России, и я не мог просто играть, потому что нужно было в Лиге Про играть. И просто я не смог. Ну, я думаю, я тоже вышел бы на Лану и выиграл бы, я думаю. Потому что у меня там был как раз-таки пик, самая моя лучшая игра, это 21-я часть. Я не проигрывал почти никому в Лиге Про, то есть у меня был 80-90% винрейта, то есть я никому не проигрывал почти. И я думаю, если бы я отобрался чемпионат России, я думаю, я бы сюда приехал как действующий, наверное, но не получилось. У меня немного часа, конечно, бывает, так это... Ну, для чемпионов, как бы, ладно, если бы ты там где-то катал, никому не рассказывал сказки. Теперь можно чуть-чуть почистить, чуть-чуть прям. Вот смотри, Дотку показывает. Ты не смотрел на другие дисциплины? Я смотрел, я поигрываю в КС-очку, да, но чтобы там плотно как-то заниматься, ей нужно уделять очень много времени, столько времени нету просто. А Дота тоже прикольная игра, мы с другом играем иногда, но я играю там очень редко, там, два часа в полгода, не знаю, вот так могу сыграть. А так, конечно, Дота это круто. Все-таки International собирает такие призовые, и ребята, когда наши спириты выиграли, мы смотрели с другом, то есть очень рады были. То есть у них там, конечно, все серьезно, с призовыми все серьезно. Ну и, конечно, охват у них намного больше, чем у NHL. NHL это такая игра, завязанная на пинге, и то есть очень тяжело играть даже с какими-то игроками из Европы, потому что средний пинг из Москвы 25-30, а у европейцев 7-10. Соответственно, уже идет преимущество другого соперника. А в Доте, в принципе, я думаю, там даже пинг не нужен, там мозги нужны, мозги и знания всех этих слов, которых я не знаю, матершиной звучат. А может, они и есть. Я не помню, не знаю, какие ты слова слышал, там всякое можно услышать. Многое, что можно услышать, главное, не отвечать, нельзя отвечать, нужно быть всегда, как сказать, адекватным, да. Хорошо. Ну давай напоследок тогда, что хочешь, кому хочешь, там передавай, посылай привет и пожелания. Я хочу передать привет Лиге ПРО Сергею Филиппову и Михаилу Сумскому. Спасибо большое за интервью, поздравляем, чемпион, прям. Спасибо. Да. Даже паспорт на него есть. Сейчас снимаю.